Перед началом мероприятия новый комплекс автопредприятия на улице Голенева осмотрел глава города. Автобаза оборудована всем необходимым для обслуживания и ремонта автобусов. Построено новое административное здание, где разместились диспетчерский пункт, медицинский кабинет, а также актовый зал. Вообще за последние полгода материально-техническая база Сочи Автотранса существенно улучшилась. В частности, был полностью обновлен подвижной состав, это почти 500 автобусов. Изменилась и логистическая схема маршрутов. Теперь нет так называемых дублирующих направлений. Это позволило сократить количество машин на линиях, а соответственно улучшить дорожно-транспортную обстановку на дорогах. Во время официальной части праздника Анатолий Пахомов вручил благодарственные письма и грамоты лучшим сотрудникам автопредприятий города. Мы сегодня надеемся на то, что качество услуг будет значительно лучше, чем были раньше. И я думаю, что нашим автотранспортникам в Сочи есть чем гордиться. Они действительно успешно проработали во время Олимпийских игр. И сегодня они уже знают, как обслуживать наших гостей, как быть гостеприимным. И я уверен, что тот проект гуманитарный «Я люблю Сочи», он также воспринят нашими водителями как к исполнению. Анатолий Пахомов также объявил о создании в Сочи нового дорожного департамента. Эта структура объединит тех, кто эксплуатирует городские трассы и тех, кто их ремонтирует, а именно автомобилистов и дорожников. Такой тандем, по мнению администрации города, позволит улучшить и качество обслуживания пассажиров, и состояние дорожного полотна на улицах. Кто возглавит новую структуру, в мэрии пока не уточнили. Продолжение следует...